Всем первомайских праздников, друзья! С вами программа FIFA прогноз и ведущий Роман Пулинсков и Александр Петерёв. Ты знаешь, что делать. Давай! Нет. Он любит эту работу, друзья. Всех с ещё раз праздниками! Не удивляйтесь, что мы выходим во вторник, и то, что сегодня 1 мая, и то, что на заднем плане у нас сегодня не FIFA, как это обычно должно быть. Сегодня у нас хоккей, друзья. Водушевившись победой Акбарса на Кубке Гагарина, мы решили сделать для вас серию прогнозов к чемпионату мира по хоккею с шайбой, который пройдёт в этом году в Дании. К сожалению, они у нас. Да. Но у нас проходит молодёжное первенство. В Челябинске и Магнитогорске. Так что нормально. И первый матч открытия в группе B мы играем сегодня, это Канада против США. Александр? Бомбический матч открытия, просто космический такой финал заранее. А параллельно с этим матчем, этот матч во сколько играется, в 17-15, играется ещё и другой матч открытия на арене, который находится в Копенгагене, а именно Россия играет против сборной Франции. Надеюсь, он не работает. Сейчас мы можем смотреть, кто из этих сборных Канады и США составит пару в финале чемпионата мира. Вот такой прогноз от себя, да? Да. Вот, букмекеры считают, что канадцы безусловный фаворит и коэффициенты варьируются от 1,42 у Олимпа и Винлайна на победу, естественно, Канады до 1,55 у 1х ставки, 1х бета, как его принято называть. На ничью не ставит практически никто, это ничья в основное время. Там, насколько я знаю, невозможно сыграть мучу. Да. Так вот, коэффициенты практически везде равны 5, только у 1х бета 5,50 достаточно сочно, но не скажу, что реально. Ну, в США так же, как и в ничью, практически не верят букмекеры. 5,10, 5,15 – это Олимпа и Винлайн, и 4,86 – 1х бета. Но 1х бета в сторону США небольшой крем всё-таки в своих ставках имеет. Я считаю, что здесь шанс по американцам быть не может, потому что это матч-открытие. Именно с матча-открытия начинается победная серия. Обычно команды, которые доходят в финал, в этот финал выигрывают, это сделает Канада. Я так думаю. Поэтому я играю за канадцев и постараюсь сегодня не упасть в лёд лицом. Ну что ж, проверяем США, Канада, матч чемпионата мира по хоккейю 2018 года. Вперёд, на лёд. Ехали. Понеслась. Матч-открытие чемпионата мира по хоккею в группе «Б». Как это вначале надо говорить? Я за красненьких, да? Я играю в неё ровно второй раз в своей жизни. Ну что это такое? Нормально встретили. Давай, пошёл в атаку. Что было? Что такое? Что? Удаление? Что? У меня? Зачем? Я думаю, удаление. Сидит роздик. Братышка, не надо. Нет, это не удаление. Нет, это не удаление. А, нет, удаление. Толчок в спину. С учётом, что... Ну ладно, я в большинстве. Ты, блин, был лицом ко мне, я умудрился сделать толчок как-то в спину. Я не знаю, что ты произошёл. Ай-яй-яй, что такое? Что? 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 5 на 3 играем? Да. Хорош. А что я сделал-то? Не знаю. Компанию «Сидни Кросби» составил как минимум, да? Ну мне нравится эта игра. Это сейчас будет толчок в спину, да, скажите? Что? Что? Что за... Поехали 5 на 3. Я тебя так хорошо встретил. Бросок поворотом! Господи, Боже мой. Ещё. Давай ещё, братан, бросай! Почему вы его на скамейку не отправляете? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Заруба, 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 заруба. Нет. Драться с вратарём. Давай! И давай, побежали в контратаку. Отдались сюда. Бегом, бегом, бегом. Бросок поворотом. Ещё бросай! Гол! Для меня ноу-нейм какой-то открывает счёт в этом матче. Половина первого периода прошло. Как отнимать? Как отнимать? Как отнимать тачку? Я просто на нолик нажимаю, чтобы было... Я тоже нажимаю на нолик. Я так два раза удалился, Рома. Привет! Это был очень глупенький офсайдик. Сычёв выбегает на площадку. Наш Сычёв! Который играл в фильме «Трениришка». Отстойный фильм. Не ходите, кто тут ещё не ходил. Давай! Давай! Нажимай! Поздно. Что нажимать? Что тебе надо? Там снизу было драку. Я хотел драку. Так. Отлично. Еее! Wi-Fi разорван. Обожаю, когда так. А что случилось? Кто-то умер. Что, удаление? Не знаю. Да. Ага! Это удаление. Я в большинстве. У меня же то закончилось, да? Это буллит! Ого! Это буллит! Ай, я не умею. Нет, нет, нет. Ай, хорош! Я абсолютно не умею. Это первый мой буллит за всю историю моих буллитов. Поэтому... Ну, удар я успел совершить. Удар успел совершить. Да, по статистике. Ударов. У меня четыре броска. Отлично. Ну, четыре броска за пищу. Что? Как? Как так? Как можно было так плохо отдать пас? Гол! Причем я вообще не понял, как. Что происходит? Почему он не может нормально отдать? Не знаю. Прикинь, залетело бы сейчас. Существует. Давай, бросай. Что? Почему? Что ты делаешь вообще? Для чего? Зачем он просто отходит от шайбы? Что? В чем проблема твоя, парень? Ты же канадец, ты не латыш! Нет, не латыш! Прием! Что ты делаешь? АААААААА Я в порядке! Я в порядке! Я в порядке! Я вернулся. Арзоны щас сойдут. Ты что, физикальный принтер? Давай, давай, давай! Ееееее, понесла. А как? А как? А я не знаю, как? А вон там написано снизу. Давай! Давай, брат, давай! На, на. Я не знаю, как бить? Ты положил моего игрока. Что, да? Я просто делал вот так. Там было написано R и вверх. Ну, хоть в чем-то я сегодня побеждаю. 1-0. Не, ну слушай, ты уработал меня, а я... Ну, давай посмотрим еще. Не бейте, не бейте. Да, он меня. Парик. Я не знаю, что говорят люди, когда они лежат в лиду. Зачем он промахивается мимо клюшки? Мимо клюшки промахивается. Мимо клюшки, действительно. Это как клюшка едет отдельно, он рука... Мимо клюшки промахнулся и мимо клюшки. Давай, давай, брат. Где шайба, где? Что происходит? Мы как бы оба не дома, а уже. Ой-ой-ой, так хорошо на пятачок выкатывался. Че там происходит? Пей. Понеслась жара. Хорошо, так. Ты сейчас меня вырубишь, по-моему. Нет. Опа-па-па. Нет, один удар. Один удар. Один удар. Е-е-е-е-е-е-е. Че, говорит, у вас есть победитель. Убрал. Бросил. Ты видишь, как он так нормально подъехал просто? Без боли. Давай повтор, подожди. Да, как раз. А друзья, на защиту еще или нет? Конечно. А почему бы я не был защитным? Ты же по шайбе играешь, а не по лицу вратаря. Че, успели вы идти? Красавцы. А это как? Спи. Там же тело какое-то лежало. Ну, давай еще. Может здесь. Добивать ногами. Ну, по лицу попрыгай. Ну, что ты? На самом интересном месте. Смотри, там еще одна заруба была. Лэндон Донова? Да. Ой, 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 ой. Клэп-клэп, ты видел? Клэп-клэп, пожалуйста. Щелкнутый получился. Давай еще разу. Давай, а че там? Вратарям его уработал. Ты, собак. Ой, ой, ой. Ну, давай, давай, давай. На. На. О, ой. Хорошо. Вот сейчас такая интересненькая получается заруба. Нет. Брат, живи. Брат. Потрачено. По-моему, это 4-1, да? 3-1. 3-1. Ну, 3-1, да? Давай сейчас еще одну драку и сравняемся. А у нас осталось полторы секунды. Да? Просто как череповцы, да? Просто разыгрываем и 5 на 5. Братари там рубятся между собой. Ну, все. Это хорошее начало чемпионата мира по хоккей, как мне кажется. Итак, счет 4-1 в матче США против Канады. США одерживают свою первую победу на этом турнире. Канада остается ни с чем. К сожалению. Но в следующих матчах, может быть, все-таки канадцы что-то, да и придумали. Но это не точно. Да. Сбудется такой прогноз. Если за них снова будет играть. Я думаю, американцы дадут бой. Определенно. Все-таки не самое последнее в хоккейном плане сборная. Но я все равно продолжаю настаивать на том, что канадцы и безоговорочный фаворит в этой встрече. Для вас этот прогноз ввели Роман Принусков, Александр Дегтярев. Увидимся на следующих выпусках. Там тоже будут очень интересные матчи. Поверьте. Давай, за полторы секунды до конца скидываем. Давай. Еще увидимся. Пока-пока.